Всем привет дорогие друзья, с вами Максим, это очередной эпизод видео упражнения Бэтмена Архомасайл, погнали! Аааа, отпусти меня, сука! О, малыш Арки сказал плохое слово, мамочка тебя отшлёпает! Ааааааа! Эй, Бэт, ты идёшь с нами или как? Да, Бэтс идёт прямо за сукой! Скоро мы освободим этого директора всего учреждения, но прежде посмотрим на карту. Прямо в этой комнате располагается какая-то загадка, намекает нам, что что-то тут нечисто. Давайте может осмотримся, вот например это кресло. Что это за дурацкое кресло, непонятно. А где располагается загадка, она может быть совершенно в любом месте этой комнаты. Нужно получше осмотреться. А, и Риддлер не оставил подсказку. То есть, возможно, вопросец где-то лежит. Но, чёрт с ним, не буду я останавливаться сейчас по таким мелочам. Скорее нужно спасти директора от рук злобной тёти с намазанным лицом. Ох, паренёк здорово скачет. Я ввёл новое правило. С этого момента ходить по полу в любой части лечебницы запрещается. Любому, кто будет пойман за этим занятием... Дупость какая-либо. А-а-а! Любому, кто будет пойман, будут ампутированы ноги. Затем он будет обязан показывать фокусы для императора Джокера. Ну вот, я это сказал. А-а-а! Ты молодец, Шорби! Зато все мы ещё не закончили. Какую-то бабуиню несёт сумасшедший наш с разукрашенным в бело-зелёно-красное лицом. В общем, дегенерат последний. Нужно наказать его. Но для начала уничтожьте цех по производству титана. Получите от старшего надзирателя кады безопасности. Найди надзирателя по следам ДНК. Ага! По следам ДНК. А след-то я немножечко упустил. Хотя нет, вот же он. И ведёт прямо туда, откуда мы уже однажды пришли. Ну отлично, отлично. К ним незаметно подойти не получится. Тёмному-то рыцарю нашему. Можешь выбрать, ты только ноешь и ноешь. Точно, Джокер присылает свою подружку и велит сторожить туннель. Мы сторожим туннель. Джокер велит пришить летучую мышь, мы убиваем мышь. Однажды Джокер велел мне убить родную сестру. И ты послушался? А то. Она мне никогда не нравилась. Ну ты даёшь. Кстати, он и мне такое говорил. А я ему отвечаю, мол, у меня и сестры-то нет. А он никак не отстаёт. Давайте кинем по деградантам батарангам. Спустимся прямо в самое месиво. И начнём надирать задницы накачанным клёвым мужикам с сырокезами. Поломаем руки-ноги негру. Ой, зря. Нужно было кидать, кидать их. Заниматься моим любимым занятием. Придётся какого-то белого мальца выкинуть из поля боя. Ой, он был быстрее. Как же так? Боксёр, что ли? Наш Бэтмен обладает такими продвинутыми навыками ведения боя. И какой-то тюремный засанец опередил его, нанеся удар по шапке. Прямо видите, вот это вот дополнительное здоровье Бэтмена снёс. Больше мы не позволим над собой так жестоко издеваться. Вот он вопрос Джокера. Но как его получить? Наверняка разрушить стенку где-то изнутри. Либо тут вот своим белым гелем помазать. Да, так оно и есть. Получим вопрос, получим небольшое количество очков, на которые позже можно будет купить, да тоже улучшение брони Бэтмена, которая понадобится при встрече с последним боссом Джокером. Там обязательно нужны мне самые полные жизни, несмотря на средний уровень сложности. Не помню, выбор есть или нет. Если есть, то средний уровень сложности, однозначно. Такие-то сложные игры на более высоком я не рискну играть. По следам, по следам ДНК, не забываю. Говорит старший подзыватель. Моё вооружение. Да, я рекомендую разрядить оружие. Не могу я это прочитать. А, разрядить оружие себе в голову. Решающий удар с выступа. Зарядил снайперу по самой неболой. Убрал челюсть из дороги. И там я вижу сборище каких-то дегенератов, которых пора приструнить. Они издеваются над простым мужичком. Но он подождёт, пока я куплю новое улучшение для своего тёмного героя. А что же это будет? Ну, я решил, что всё-таки надо как мощь качать, которая поможет мне проходить игру, так и здоровье, которое поможет в последнем сражении с Джокером. Не, что-то это не то. Какие-то вот ранги особенные. Так, во все стороны летит. Настроена чистоту. А шейников в безопасности привлекает. Нельзя заманить врага в ловушку. Не, как-то не особенно интересно. Выборочно взрывать заряды взрывчатого геля. Взрывчатый гель детонирует автоматически. Вот это вот было бы полезно. То есть, понамазать везде. Парень наступает и дохнет. Наверное, я так и сделаю. Взрывчатый гель детонирует автоматически. Нужно будет почаще его использовать. В таких вот зонах, когда тебе дается определенная территория. Да что ж я делаю? Так, тихо-тихо. Тут поджариватель 5000. С ним нужно аккуратней набрать комбинацию. Не тому. Не тому начал руку ломать. Давай-давай-давай. Отлично. Обезопасил себя. Замочил. Замочил одного парня. Кинул негра. Я вновь кидаю неграм. Поднимайся. Какой-то врач, да? Благодари меня. Куда побежал? Ой, мне показалось, он начнет сейчас плохих парней пинать. Спасибо, Бэтмен. Пожалуйста. Охранник бы дольше не продержался. Как он? Ударился головой, когда его сбили с ног. Уберите его отсюда побыстрее. Идите в медблок. Это самое безопасное место на острове. Хорошо, мы пойдем туда, как только он сможет встать. Смешной, смешной паренек. Так, а следы ДНК ведут... Между прочим, они сюда и ведут. А что там у нас? Что там у нас за решеточка? С помощью Бэткогтя мы выясним это. А может быть, может быть, дверь-то закрыта. А это альтернативный проход. Скорее всего, так и нет. Здесь просто-напросто пресс-ридлера. Как назвать того, кто не смог решить три четверти моих загадок? Бэтменом? Так, мы уже нашли 25%, да, четверо? Это 25% головоломок мы... Ну, вернее, загадок и прочих вопросов мы нашли. Он мертв? Кажется, да. Когда он умер? Ну да, когда ты его застрелил. Ну и отлично. Пожрать не хочешь? Подберем аудиозапись, послушаем, а это ЗАС. Я за номер один. А как-то мы не особо послушали. А в любом случае, если мне захочется, я смогу это сделать из меню. Так, выберем батаранги или выберем взрывчатый гель. Да, давай-ка мы протестируем. Да подожди-ка секунду. О, нанес взрывчатый гель. Сейчас парни должны на нем подорваться. Вот я, смотри-ка, использую. Батаранги, давай, беги сюда, беги. И бах! Красота, просто красота. Хотя бы одного успел замочить. Остальным двоим не так уж много усилий требуется. Они уже... Все это было? Все больные и расхлябанные после моих батарангов. А взрывчатый гель вообще просто с ума свел одного из парней. Забавная, забавная штука. Главное, не забывать ей вовремя пользоваться. А куда же... В душевую, что ли, мы идем потихонечку так? Не люблю я смотреть на голых и потных мужиков. А что делать? Выбора нет никакого. Все-таки давай... Ай-яй-яй, тут челюсти Джокера. Но они в любом случае намекают, что я на правильном пути. Да плюс еще за них дают определенное количество очков. В следующий раз куплю все-таки обновление здоровья. Сколько можно с этим тянуть? Что-то там... Какая-то печальная ситуация. В клетках сидят. От дегенерата. А если они будут выпущены на свободу? Как же Бэтмену придется поступать? Эй, парень, очнись. Не хочет. Очнуться он не хочет? Что тут мне нужно сделать? Нет, стрелять ни в кого не следует. Пройти здесь можно. Я прямо по следу ДНК двигаюсь. Тут можно обмазать своим белым геем и получить очередной вопросец Ридлера. Куда я вообще попал? А далее двигаться нельзя, потому что... Видим, да, Бэтмен опустится, его электричеством убьет. Так может, здесь еще, вот в этой опасной комнате, я что-то упустил? Давай-ка посмотрю. Лежат тела простых охранников. Но мы уже не в силах им помочь. Не, я уверен, на сто процентов, когда я вернусь в эту комнату, клетки уже будут открыты. А Бэтмену предстоит столкнуться с этими нелепыми, низкоразвитыми уродами. Зеленая миля. Стоп! Остановись, Бэтмен, прошу. Спаси моих малышей. Извини, Плющ, но цветы меня совсем не интересуют. Им больно. Они молят о пощаде. Оставайся на месте. Здесь только тебя не хватает. Бедные малыши. Я вас спасу. Сумасшедшую нашли. Со своими цветочками. Генетически преобразованными. Ой-ой-ой, там, я смотрю, парни один-то подтягивается, да? Наверное, это охранник решил позаниматься. Они все захватят. Укрепить свою мускулатуру. Ладно, он там связан, плевать. Когда еще выдастся такая возможность? Да-да-да, они за все заплатят, отлично. Комната управления сигнализацией. Пожалуйста, кто-нибудь на помощь! Не помню, это плохой дядя или нет? Сейчас мы это узнаем. Бэтмен прорывается. Кто? Как здесь? Кто ты такой вообще, бичара? О! Это ты кричишь на помощь или нет? Пресс Риддлера, но как же его обнаружить? Вот эта коробка намекает, что... Помогите! Это вот панель управления, но что с ней делать, как быть? Да сейчас я тебе помогу, не волнуйся. Но я знаю, естественно, это ловушка. Я здесь! Не может быть все так просто. Ух ты. Значит, ты все понял. Что ж, молодец. Но прошу, держи это при себе. Мне нужно поддерживать репутацию. То есть, этот парень очень и очень непростой, да? Он не просто охранник, он говна кусок. Кто-нибудь на помощь! Ты должен вытащить меня из камеры! Вот этого из камеры вытащить? Я там нужен! Я могу помочь тебе! Я не понял юмора. Ха-ха-ха-ха-ха! Карли! Помоги мне! Плющ! Ого! Фигово выглядишь! Может принести тебе бутылочку шампуня? Растения, ты слышишь их? Им больно, они зовут меня. Неужели? Жалоб ты какая? Ну пока! Пожалуйста, выпусти, они умрут без меня. Не знаю, Рыжая. Тебя к мистеру Джей не приглашали. Ну что ж. Пожалуйста. А, какого черта? Так и мыть выпущу тебя. Так, намного лучше. Неплохая девчонка. Ай, так бы и смотрел на вас весь день. Ну и шумиху вы подняли. И, кстати говоря, смотрите, какой чудный бунт я для вас приготовил. Сумасшедших выпустил из камеры, пора их переструнить. Чего ждешь? Он захватил контроль над переключателями управления. Секвинатор кода у меня, но без терминала, который в моем кабинете, он бесполезен. Ваш терминал уничтожен. Дайте секвинатор. Что? Да, конечно. Ничего не выйдет. Половина кода тебе не поможет. Мы в ловушке. Секвинатор кода теперь рабочий. Мы не в ловушке. Всегда есть выход. Всегда. Давай, выберем. Теперь у нас доступно новое вооружение. Что значит приготовить? Настроить. Давай настроим. Выбрать цель. Какую цель-то мы должны выбрать? Вот это, например, ящик управления. Отлично. Так, а как же нам настроиться на чистоту? О! Так что, сработало в конце концов? Оставайся здесь. Закрой ворота, когда я уйду. Отличная мысль. Нельзя, чтобы человек моего положения попал к ним в руки. Так, постой секунду. А, так видим, да, что это, короче, чувак, меняющий свое обличие. Вытащи меня! Ты спас не того надзирателя. Он самозванец. Ты же знаешь, сколько... Я подумал, что мент-негр является каким-то предателем. А теперь, используя стеквинатор кода, я же могу получить приз Ридлера, не так ли? Давай заберем мою награду. Отлично. На стиках это делать одно удовольствие. Полагаю, на клавиатуре с этим нужно еще немного помучиться. Неужели? Я думал, ты никогда не погадаешься. Доступные испытания. А что же за улучшение этого самого секвинатора? Может быть, дальность увеличивается или еще что-то? Зря я одно очко потратил, думаю. Дальность действия увеличивает действительно. Усиляет мощность, упрощая взлом охраны систем. Но эти два улучшения придется купить, чтобы попадать в отдаленные, хорошо защищенные двери. Обязательно придется купить оба этих улучшения. То есть, отпадает пока что усиление брони. Немного отпадает. Как же Харли Квинн посмело эту сумасшедшую телку выпустить, а? Я даже в ее камеру не могу зайти, посмотреть, что там да как. Заключенные сбежали. Ха, они, естественно, ждут меня в следующей комнате. Упустить такую возможность, отпинать рыцаря ночи, да никто. Никогда от этого не откажется, я увидел пресс Ридлера. 200 очков. И что это такое? Ух ты! Ой-ой-ой! Он меня душит? Смотрите, какой сумасшедший уродец. Как он посмел напасть на Ватмана? Здоровье у нас восстановится или как? Чего я жду, непонятно. Давай быстрее восстановимся, там таких чертиков еще будет дофига. Два человека, один голос, а оружия нет. Это что же такое? Настроиться нужно вот на ту коробку, но для этого нужно дальность увеличить. То есть, пока что делать тут нечего. Сюрприз! Знаешь, Бетти, между нами давно проскакивала какая-то искра. Ха-ха-ха! Ну теперь она точно есть! Знаю, ты в шоке! Лови меня, Бетт! Ты водишь! То есть, сейчас босс Харли Квинн, да? Такие вот дела. Ой-ой-ой! Ой, нас атакуют электричеством. Парни, какие же вы тупые! Тут же повсюду пушки! Быстренько атакую мужиков. Так, подожди. Вот мне не нравится, чем тот парень занят. Видимо, хотел оружие из шкафчика достать. Мы ему не позволили. Блин! Быстренько, быстренько, начинаем врубать плохишей. Давай-давай-давай. Бэтмен, ломаем руки, кидай их во все стороны. Не позволяй сообразить. Совершить его-нибудь мощный, опасный удар. Так, что-то... Так нечестно, вышеголовый! А, пока я не разберусь с кучей вот этих мужиков, Харли Квинн мне не достать, не так ли? Кидаем, кидаем, негра. Может, за пределы нужно вот этого своеобразного ринга выкинуть. Ломаем руки. Мальчики, подхарка! Уборачивайте меня в блоков! Быстренько, быстренько. Я использую комбинации. Добиваю противника, бы это был последний. Мальчики, подхарка! Уворачивайтесь от кулаков! Ну как, было просто? Ну меня-то поймать будет сложнее. Убежала от нас взбалмошная девица. Оружие лежит. Взламывать здесь нечего. Ой, 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 электричество! Хреново дело! А куда же теперь тогда двигаться? Вон там коробка. Видимо, ее нужно взломать. Слишком большое расстояние не удается Бэтмену засечь. Но можно же обойти вот по этим коридорам. Челюсти, челюсти Джокера. Игрушечные челюсти мы быстренько убиваем. Скоро у нас левел ап. Настраиваемся и выключаем электричество. Система умиротворения пациентов дезактивирована. Умиротворение пациентов! Как это забавно звучит. Запись, сеансы номер пять. Виктор плохо реагирует на лечение. Виктор, вчера мы говорили о людях, которых... Эти зомби. Нет, Виктор. Они... Они зомби. Брянут сквозь свои трудовые будни и ждут, когда кто-то их освободит. То есть убьет. Подчетом за три месяца ты убил, или, как ты говоришь, освободил двадцать молодых женщин. У каждой было переедено на горло. Каждой была брошена в станцию. Им повезло, что я выбрал их и вручил свой дар. Вряд ли они бы с тобой согласились. Правда? А вы, мисс Кэссиди, каждый вечер вы поднимаетесь на лифте к себе домой, отбираете шесть замков на двери квартиры 433, вспоминая, что забыли купить леду для кошки. Откуда ты знаешь, где я? Садитесь в любимое красное кресло, кошка на коленях, и ждете, когда хоть что-нибудь произойдет. Я могу это сделать, Сара. Я твое спасение. Видим, что он даже лещащих докторов доводил до нервоза. Куда мы вообще двигаемся? Ладно, я открыл здесь... А, блин, у меня же улучшение до сих пор не куплено. Поэтому толку от моих действий ноль. А куда же делась Харли Квинн? В какую сторону побежала? Что-то я как-то немножечко не обратил свое внимание. Вот сюда, да? О! Контраатаковал. Сумасшедшего психа. Это новый тип врагов. Так и называется. Сумасшедший псих. Контраатаковал еще одного. Все. Теперь я научен. Еще один приз Ридлера. Который он заботливо положил в одну из камер. Но может быть еще одно есть приз Ридлера. Не похоже на то. Ух ты! Что это за комнатка такая всеобвешенная? Еще одно? В самом деле? Нет. Исключено. Ты не можешь решить все. Это невозможно. Может быть и не решу все. Но хотя бы часть из них, дарующая мне кучу очков. Ведь у меня цель не решить все загадки Ридлера. А именно получить за них достойную награду. Как сюда проникнуть? В подобный тип. А, не-не-не. Здесь надо опять же отключить. Где-то коробку своим шифровальным секвентатором. Секвенатором. Не помню как называется. Но постой. Что-то я смотрю ни вправо ни влево. Я тут двинуть не могу. И как же действовать? Идти вперед. А там меня ждут плохие люди. Вон они подвешенные качаются. О, кто к нам пришел? Тупой рыцарь собственной персоной. Как дела, Бет? Почему ты называешь меня тупым? Вот тебе задачка. Видишь ту парочку охранников? Знаю, знаю. Шагирующие дрелища. Как думаешь, спасать? В смысле... А как же мне их спасти? Помоги нам, пожалуйста! Да как мне тебе помочь, парень? По-твоему, пускай это парочка. Идайте, здесь заметаю. Черт. Да я хрен знаю, как же мне быть. Сюда! Помогите! Я начинаю скучать, Бет! Давай, сделай что-нибудь! Скорее, у них можно не будет? Ай, больно. Сними меня отсюда! Давай-ка я быстренько... Эй, Бет! Может, сбросим эти дуракские костюмы и сбежим вместе? Ха-ха! Все тут подключаю к чертовой матери. Сижу, сижу! Пора усилить давление! Осталось две... Где бы достать такую же туковую? Не, поди мне, пока не кричуков нет! Так... Отлично! Под стариной лаэгрином вырубился док! Но вот что интересно, успеешь ли ты его вытащить? А твой бот включится! Один док, еще один нафиг! Быстрее, 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 парни, валим оттуда! Бет, я пошла, я буду по тебе скучать. О, если хочешь выбраться, осталось всего 30 секунд. Пока-пока! Ты должен открыть ворота, поторопись! Ух ты! За 30 секунд надо справиться, быстрее! Тут волнение надо мной преобладает. Да! Мы успеем выбраться! За выход, быстро! Быстрее! Сейчас там все взорвется, к хренам! Я думал, мы оба погибнем! Теперь ты в безопасности. Ты за этой сумасшедшей ведьмой? Когда мы вышли, я видел, как она шла к двери. Далеко не уйдет. Я поймаю ее, а потом и ее приятеля. Отлично! Слушай, я попробую запустить вентиляцию. Если найдешь ее, не давай ей спуску. Ради меня! Хорошенечко надери жопу! Кстати, заметили, что мы разговаривали с белым охранником, а черный молчаливо пошел! Сделай одолжение! Останови эту долбанутую тварь! Для протокола! Так, еще одна запись разговора с Зацем, которую я сам послушаю, когда придет время. Спасибо, Бэтмен! Пожалуйста, говорит тебе Бэтмен и покупает усиление радиуси действия шифровального секвентатора. Секвенатора, секвенатора. Такие дела. Секвенатор. Вот это не надо взламывать, а то я тут все подряд готов долбить. И то взломал, и это взломал. Скоро усилю мощности, будет легче. Вот такие вот замки миновать. Так. Пора использовать Бэткокоть. Чтобы... Что сделать? Пресс-ридлера найти? Либо же выбраться отсюда? Пока что не ясно. Легкая такая неопределенность. Да, все-таки выбирается Бэтмен отсюда. Главный тюремный блок. Прямо передо мной. И... Пресс-ридлера! Красота! А выйти из этого тюремного блока никак не получится. Видимо, нет. Поэтому я двигаюсь обратно. Так. Что-то я немножко... Немножко в тупик попал. Комната охраны. А что же в комнате охраны-то за загадка такая? Кого там не любят? Не, этих парней я вижу все любят. А это займет какое-то время. Не могу войти в систему. Там ядовитый газ, кстати, в этой комнате. Нужно включить вентиляцию для того, чтобы он начал уходить. Постепенно. Дверь, естественно, закрыта. А где же нам активировать вентиляцию? И здесь не пройти, и там не пройти. Ха, что же делать в этом случае? Куда сейчас двигаться? Вот же непонятная ситуация. И зацепиться не за что. Дверь заперта. Ладно, а может нам просто-напросто нужно двигаться обратно? Пока что мы здесь ничего не сможем совершить. Так, в главном тюремном блоке, там я вижу засранец, который пытается нас атаковать. Мы ему не даем совершить это деяние. Остудили его пыл. Убили все челюсти. Встречаюсь нам на пути. И двигаемся далее. Хотя, мне кажется, это какое-то обратное направление. Нет, давай, у вас он был там, и я тебе не помогу. Сволочь, покажись ты уже. Надеру твой тощий зад. Да, ты не ешь. Подожди, а здесь же была комнатка, в которой я могу применить свой секвенатор. Правильно? Во. Эй, ты где? Я могу здесь. Я же увеличил дальность. Ну, пожалуйста. На трубу я не могу зайти, да? Чертов секвенатор. Неужели он здесь не подходит? А мне казалось, дальность прокачал, и теперь могу вот ту вот штуку взломать. Оказывается, нет. Хорошо, Харли Квинт сказала, что теплее, поэтому пойду по тому самому направлению. Давай, давай, прогружайся скорее, открывай дверь. Там какие-то злодеяния происходят. Страшные вещи. По-моему, едят какого-то человечка. И его уже не спасти. А вот он, приз Ридлера. Очевидно, нужно сверху пробраться. Так, здесь я использую, понятное дело, Бэт Коготь. Чтобы эту решетку опустить на зиме. Давай, Бэтмен, тяни. Ух ты, падла какая! Решила задушить Бэтмена. Со всей своей яростью не смог увернуться. Слишком уж неожиданная атака. Давай, наверх. Возьмем еще одну аудиозапись. Реакции на медикаменты слабые. Здравствуй, Виктор. Ну что, вы говорили на чем-нибудь сегодня? Виктор, это бессмысленно. Охрана, заберите его отсюда. Слышал, что доктор говорит. Ты что, плохо слышишь? Слышали сами, что ЗАЗ там творил настоящий беспредел. Знаете что, на этой ноте, я думаю, нужно остановиться. Чтобы идти дальше, Бэтмену нужно подготовиться, подкрепиться. Сделать свои важнейшие дела, которые обычно остаются за кадром. Так что ставьте лайк, если вы ждете максимально быстрого продолжения. Пишите комментарии. С вами был Максим. И всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok